Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Светлана Мишина и мой авторский телепроект «Танцы всегда». И сегодня у меня в гостях Денис Тагинцев, чемпион мира по танцам, двукратный победитель популярного телепроекта «Танцы со звездами», продюсер и день-вдохновитель нового танцевального шоу «Грамп». Здравствуй, Денис! Света, привет! Ты чемпион мира, чемпион Блэкпольского фестиваля в Англии. Это самая ожидаемая и престижная награда для всех танцоров мира. И вот в тот момент, когда вы стали чемпионами Блэкпола, я была в этом зале в Англии, я видела это изумительное шоу. Весь зал встал, и аплодировал вам стоя. Через какие преодоления пришлось пройти, чтобы завоевать эти самые высокие титулы в мире танца? Это невероятный труд, который стоит за всеми этими легкими, как казалось бы, красивыми достижениями, потому что все, что касается тренировочного зала, и ты знаешь не понаслышке, это тяжкий труд, это и дисциплина, это бесконечные тренировки, это часы, проведенные в зале, это стертые ноги, это травмы, которые ты получаешь по ходу репетиций, тренировок. Для того, чтобы добиться очень высокого достижения, всегда так или иначе приходится проходить через какие-то провалы, какие-то черные полосы, падения. И в моей жизни их было тоже очень много. Я помню несколько в своей жизни примеров, когда мне хотелось остановиться, все бросить, закончить. И, кстати, тот же самый Блэкпульский фестиваль, когда я приехал впервые на этот фестиваль, мне было 20 лет, уже будучи чемпионом, и занимаю сотое место. Представляете, сотое место в первый же свой конкурс в этом Блэкпуле. Но на следующий день я приезжаю домой, начинаю анализировать, понимаю, что именно в этом зале я хочу дальше танцевать. Я хочу приезжать сюда из года в год и достигнуть самого высокого результата именно там. Вот из таких взлетов, из таких падений состоит путь многих танцоров, которые так или иначе в итоге становятся чемпионами. Мне кажется, важно просто не останавливаться. Как я сказала, ты был двукратный победитель танцев со звездами. Может быть, ты расскажешь какие-то интересные случаи из закулисья, так сказать? Потому что мы, как зрители, включали телевизор и видели красивую яркую картинку. Этому же предшествовала неделя многочасовых тренировок. Я считаю, что это проект, который очень сильно тоже способствовал популяризации танцев. Когда действительно лидеры мнений, звезды выходили на паркет с профессиональными танцорами. Очень многие интересуются и спрашивают, а действительно ли мы тренируемся пять дней, прежде чем мы покажем свой танец. Потому что кто знает, кто танцует, кто хоть немножко посвятил этому свою жизнь, понимает, что для того, чтобы сделать какой-то шоу-номер, нужно потратить время. Изначально, я просто помню это очень хорошо, звезды приходят, такие, ну мы чуть-чуть, по пару часиков в день. Без фанатизма, да? Без фанатизма. Времени-то у нас немного, мы как бы занятые люди. И я понимаю, что к третьей неделе у всех уже настолько свербит во всем. Они заводятся. Они заводятся, оценки еще, это же тот же самый соревновательный процесс. И все настолько хотят выглядеть классно и не подвести в первую очередь там себя, партнера и свою аудиторию, что тренировки сначала растут до трех, четырех часов, шести часов. И к третьей, четвертой неделе заходишь в зал, и ты уже знаешь, что этот тренируется в одном зале, этот в другом, этот в третьем, этот в четвертом. Интересных случаев на самом деле много. Там какие-то травмы, которые случайно в момент прямого эфира могут получиться. А через неделю нужно танцевать. Вот с Катей Варнавой, она совершенно случайным образом подвернула ногу, вывихнула, хотела сниматься с турнира. Я ее как-то уговорил. Я говорю, давай, ты что, мы, значит, все классно у нас будет. Отправили к какому-то врачу. В итоге мы сделали танец на одной ноге. Я помню, я помню этот танец. И как мы все зрители переживали, потому что в заставке было сказано, что у нее была травма. Да, да. И насколько это смотрелось вот на одном дыхании, и вы были таким единым целым. Это был настолько удивительный сезон, когда все сели дома, и объявляется пандемия. И нам выписали эти пропуска. Чтобы вам разрешено было ходить на тренировки. Нам было разрешено. У меня еще Аня. Так вы были счастливчики, вам нужно было ходить по улице. Ты же не представляешь, для нас пандемия прошла просто как какой-то безумный праздник. Во-первых, мы без пробок доезжали до центра Москвы. Мы целый день проводили в танцевальном зале. Мы все тренировались только в одной студии. Обычно танцы со звездами распределяются по всей Москве. Кто где, только на эфирах встречались. А тут мы с 9 утра до 9 вечера, все пары в одном зале. Мы просто стали такой семьей невероятной, сдружились. Это было очень круто, такой незабываемый сезон. Как раз, когда Денис участвовал в танцах со звездами, я набралась смелости и написала ему «Денис, я Света Мишина, я вот тут год как танцую». И через 5 месяцев будет очень красивый конкурс «Чемпионс Бол», который проходит в Москве в Центре международной торговли. Это очень красивый, яркий праздник. Мне так хочется его станцевать. И очень хотелось бы станцевать его с вами. Не могли бы вы стать моим педагогом? И вот 5 недель мы можем готовиться к этому конкурсу. И Денис мне тогда ответил, что в принципе все возможно. Но имей в виду, что с самого утра до 5 вечера я на тренировках занят в танцах со звездами. То есть вот он с утра до 5 вечера тренировался на танцах со звездами. И потом где-то с 6 еще мы тренировались, мы и готовились к нашему конкурсу. Ну, кстати, подготовились неплохо. Даже я недавно как-то смотрел видео, очень даже... Я была счастлива, потому что это был один из моих первых турниров. Мы вышли на «Райзинг Стар» и стали пятыми. И вот тогда-то танцы меня и заразили. И сейчас я уже не мыслю своей жизнью без танцев. Это уже огромная часть моей жизни, которая приносит мне и радость, и счастье, и здоровье. И помогает во всех, во всех областях моей жизни. Я считаю, что это действительно один из самых потрясающих видов деятельности, видов искусства, видов спорта. И я понимаю, что это синтез. Он содержит в себе и спортивные какие-то качества, и творчество, и искусство. Мы понимаем, что есть результаты, есть чемпионаты, есть категории, есть очки, есть баллы, которые ты должен набирать, каким-то образом развивать свое тело, свои возможности, музыкальность и прочее. Но в какой-то момент в своей жизни я понял, что для меня сейчас спорт уже отходит чуть-чуть на второй план. И я уже какое-то время до этого занимался бизнесом, открывал танцевальные клубы, обучал людей танцевать, снимал фильмы про танцы. Я все-таки понял в тот момент, что сейчас моя миссия донести людям, что танцы – это невероятный, просто красивейший вид искусства. И вот, кстати, один из моих последних проектов – это как раз спектакль «Дыхание памяти». Мы объединили в себе три вида искусства. Танцы, собственно говоря, драматический театр, кино. И сделали какой-то синтез этих трех видов искусства в одном проекте. Танцевальный драматический спектакль. У нас была занята актриса Нелли Уварова, восемь чемпионов мира, которые выходили на сцену. И мы все вот в этом вот едином каком-то порыве, мне кажется, нам уже удалось вывести танец немножко на новый уровень. Когда танец, бальный танец, то, чем я, собственно, и занимаюсь, стал частью глубокого философского красивого действия. Мы взяли очень серьезное произведение – «Бунина», «Холодная осень». И мы попытались сделать так, чтобы бальный танец воспринимали совершенно по-другому. Вот ты сейчас говоришь, у тебя глаза горят, и чувствуется, что ты счастливый человек. Ты занимаешься тем, что ты любишь. Есть такая известная фраза – «Найди дело, которое тебе нравится, и ты ни одного дня в жизни не будешь работать». Я знаю, что у тебя уже шесть танцевальных клубов в разных городах России. Вот это все-таки больше про бизнес или больше про миссию, что тебе хочется людям донести информацию о красоте танца и дать им возможность научиться танцевать. Потому что я знаю, что в твои клубы приходят люди уже во взрослом возрасте, которые никогда не танцевали в детстве, и они приходят и начинают танцевать с нуля. Я считаю, что у нас такая сфера деятельности, в которой абсолютно точно нельзя думать исключительно о деньгах. Нужно думать о том, что мы дарим людям. Важно не просто организовать, чтобы был паркет, были судьи, был свет правильный и так далее. Важно, чтобы человек хотел сюда приехать, хотел танцевать. Хотел вернуться. Хотел вернуться, почувствовать эту атмосферу еще раз. А как это можно сделать без любви к тому, что ты делаешь? Невозможно. Я хочу сказать телезрителям, что я сама когда-то 9 лет назад пришла в школу танцев Дениса и начала танцевать уже во взрослом возрасте. Я уже вырастила двух своих детей. А танцы – это была моя детская мечта. Потом, естественно, я своих детей отправила в бальные танцы. Мамы, они всегда реализовывают свои мечты на детях. И когда дети уже выросли, я совершенно случайно узнала про эту систему ПРОАМ, когда можно прийти в танцевальный клуб и начать заниматься с профессиональным танцором. Потому что мне казалось, ну вот я уже выросла, взрослый человек, карьера, семья, ну куда я пойду, где-то там с нуля какие-то шаги делать. Я думала, что я там два раза в недельку буду ходить, танцевать для себя. Но потом я увидела как раз турнир, который проводил ваш клуб, когда все готовились к этому турниру, шили какие-то безумно красивые костюмы, все были на таком приподнятом настроении, всем хотелось вот этого праздника. И когда ты смотришь уже турнир, и ты на него попадаешь, ты понимаешь, что хочется тренироваться больше, у тебя появляется стимул, у тебя появляется какой-то азарт научиться станцевать красиво. Благодаря, кстати, той же самой системе, про которую ты проговорил, это ПРОАМ, профессионал и любитель. Эта система, она зародилась больше ста лет. Это вообще была первая международная система, первая франчайзинговая сеть, которая когда-либо была создана, это была система, собственно, танцевальных клубов. В Америке был такой Артур Марый, человек, который вел, кстати, передачи, Свет, может быть, когда-нибудь тоже у тебя сложится, и откроешь 4 тысячи танцевальных клубов, как это получилось у Артура. Нет, давай клубы ты будешь открывать, а я буду брать у тебя интервью. В общем, он вел интервью по телевидению, и вдруг в какой-то момент понял, что надо учить людей танцевать онлайн. Начал этим делом заниматься, у него появилось огромное количество поклонников, и потом он начал открывать огромное количество школ танцевальных. Он, по-моему, открыл 4 тысячи танцевальных клубов за каких-то там коротких 3 года. В общем, эта система прижилась, и в России она появилась не так давно, порядка 25 лет назад как раз вот наша сеть были такими основоположниками этой идеи. И важно, что благодаря этой системе каждый человек, абсолютно каждый, может прийти, заниматься танцами и выступать на самых мировых турнирах, конкурсах, чемпионатах. Кстати, я хотел сказать, Света скромничает. Света тоже является победительницей Блэкпульского фестиваля, о котором мы говорили в самом начале, вот в категории про АМ. И следующее интервью возьму я у Светы и спрошу, как это, собственно говоря, тебе удалось. Вот, ну а сейчас скажу, что... Годы тренировок. Годы тренировок. А сейчас я скажу, что я лично видел человека на конкурсе, кажется, это был Лос-Анджелес, взрослая женщина, назовем так, лет 90, пришла к площадке танцевальной, знаете, с такой вот штучкой, чтобы легче было ходить. Тележка, да? Да. Она дошла медленно, медленно дошла до паркета, оставила эту тележку, взяла своего партнера, просто феноменально станцевала квик-степ, это очень быстрые, легкие, воздушные танцы, европейская программа. Как будто бы ни в чем не бывало, значит, взяла партнера, попрыгала, попрыгала в одну сторону, в другую, в другую, сделала красивый поклон, партнер довел ее до... В общем, увел с паркета, она взяла эту тележку и пошла себе спокойненько дальше. Это уникально. У меня в клубах 2000 членов клуба сейчас, на сегодняшний день, и я понимаю, что возраст абсолютно разный, как дети от 4 лет до 80-90 лет взрослые люди, которые приходят и совершенно невероятным образом раскрываются. Я танцевал 5 сезонов танцев со звездами, и я видел, как за 3 месяца, может быть, даже за 2. Вот один человек становился совершенно другим человеком благодаря танцам. Благодаря танцам. Фигура другая, энергия в глазах другая, улыбка, страсть к жизни, тонус. Ну, это искусство невероятное, которое людей просто меняет. Более глубокая тема, да, наши клубы поддерживают Федерацию танцев на колясках. Всегда душа болит, когда ты смотришь выступления участников каких-то мероприятий на колясках, но ты видишь, как они улыбаются, ты видишь, как они раскрываются во время танца, ты понимаешь, насколько люди тоже живут этим процессом. То есть танцевать можно всем. Денис, я знаю, что ты еще и продюсер, и сейчас как раз готовится новое шоу «Грант» в театре эстрады. Как возникла идея танцевального шоу, и что ты хочешь через это шоу донести до зрителей? На самом деле это революция. У нас танцы в стране развиваются несколькими этапами. Сначала спортивная часть бальных танцев, потом направление «Проам», движение «Проам». И вот сейчас я хочу, чтобы все-таки мы посмотрели на бальный танец намного шире. Основа этого проекта заключается в том, что мы собрали такое количество невероятных танцоров на одной сцене. Это 26 чемпионов России. Из них 16 чемпионов мира в разных категориях, в разных направлениях. И что важно, что это впервые в истории нашей страны, когда все эти вот эти вот чемпионы, все эти невероятные творческие люди выйдут на одну сцену, и будут не каждый танцевать свое собственное шоу, как это обычно бывает, а они все вместе на одной сцене создадут вот это вот действие, которое должно подарить зрителю просто самые невероятные эмоции. Но в целом я хочу сказать, что революция – это только потому, что в России этого никогда никто не рискнул делать. Я знаю, что и продюсеры «Танцев со звездами», и различные другие продюсеры пытались сделать какие-то танцевальные спектакли, хотели сделать какие-то танцевальные шоу. Даже после «Танцев со звездами» мы хотели с туром поехать по городам России, но это не сложилось, потому что зрители не были готовы. И вот сейчас мы делаем этот шаг. У нас стоит 11 шоу в декабре, это 11 тысяч зрителей. У нас стоит 6-7 января два шоу, и потом запланированы еще апрель, май, июнь, гастроли в Сочи, Санкт-Петербург, и еще будет шоу в Москве. То есть наша задача – 50 тысяч зрителей за полгода, чтобы увидели красоту больного танца. Красоту танца. А главное, что это все на основе темы, которая интересна каждому человеку. Это шоу называется «История в отеле». А в отелях может происходить абсолютно разное. Там может быть все, что угодно, это точно. Здорово, что это будет в театре, что именно танцоры-то точно придут, все поклонники танца. А люди, которые не связаны с танцевальным миром, и для которых танцы, может, где-то далеко, и которые это увидят, это поможет им раскрыть и показать красоту танца. Да, именно такая у нас и задача. Дорогие друзья, хотите увидеть шоу «Грант»? Наша программа дает вам такую возможность. На экране телевизора вы видите QR-код. Перейдите по нему на YouTube, оставьте комментарий или, может быть, пожелания программе, и генератор случайных чисел выберет двух победителей. Удачи! Денис, обратись, пожалуйста, к нашим телезрителям. И как-то, может быть, ты их мотивируешь заняться танцами. Хотя, я думаю, вся наша программа, ответ на любой твой вопрос, ты с таким удовольствием и так вкусно рассказываешь про танцы, что я думаю, что все, кто смотрели, уже захотели узнать, пойти и попробовать. Дорогие телезрители, все, кто сейчас меня слушают, танец живет в вас. В каждом человеке, который слушает меня сейчас, есть танец, есть музыка. Нужно просто отбросить все свои страхи, все какие-то моменты неловкости, переживания, зажимов, и просто отдаться этому прекрасному виду искусства. Включить музыку и просто танцевать. И я уверен, что каждый из вас получит от этого невероятное удовольствие. Вы точно станете открытие, свободнее, сексуальнее, энергичнее. И это будет давать вам заряд для всех, любых ваших достижений, не касающихся танцев, может быть, просто касающихся бизнеса, семьи и других каких-то задач. Танцуйте всегда, танцуйте везде. И помните, что если вы не танцевали хотя бы раз в день, то ваша жизнь будет точно скучнее и грустнее. Ну а наша программа подошла к концу. С вами была ее автор и ведущая Светлана Мишина и мой гость Денис Тагинцев, чемпион мира по танцам, двукратный победитель программы «Танцы со звездами». Увидимся в следующих передачах «Танцы всегда». Денис Тагинцев Денис Тагинцев Продолжение следует...